Главное к этому часу. Госдума России единогласно ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР. Что по этому поводу думают новоурингойцы. Жители одного из домов микрорайона Тундровой жалуются на соседей, которым лень донести свой мусор до контейнеров. Губернатор Ямала вручил талантливым школьникам нового уренгоя сертификаты для обучения в олимпиадной школе. А теперь подробнее. Государственная дума России сразу в трех чтениях ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками. Депутаты проголосовали единогласно. Обе стороны встретили решение аплодисментами. Напомню, накануне 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также заключил с их главами договора о дружбе и взаимопомощи. Президент поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином были подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных государств. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Договор заключен на 10 лет и вступает в силу с 22 февраля. Его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если стороны не захотят прекратить их действия, сообщает коммерсант. Как вы относитесь к решению президента о принятии независимости ДНР и ЛНР? Отрицательно. А почему? Потому что это приведет к большим проблемам с экономикой, с которой и так большие проблемы на данный момент. Положительно? Почему? Ну так должно было случиться давно уже. Вроде бы надо помогать. Ну, я, конечно, не думал еще над этим вопросом. Наверное, положительно. Во-первых, это все грозит санкциями. Опять же, понижение курса рубля. То есть доллар будет выше. Опять же, повышение цен на товары. Потому что, я так понимаю, что в дальнейшем все равно это будет Российская Федора. В ближайшие дни в России изменятся правила утилизации сложной бытовой электроники, в том числе бытовой техники и компьютеров. Выбрасывать ноутбуки и микроволновки под подъезд нельзя. Чтобы законно избавиться от приборов, владельцам придется отвозить их на специальные пункты сбора. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Минприроды. Таким образом, компьютеры и пылесосы приравняют к покрышкам, батарейкам, строительному мусору, химическим веществам, растительному компосту, медицинским отходам и другим видам специализированного мусора. Нарушители новых правил оштрафуют до 4000 рублей. Жители микрорайона Тундровой устали жить в окружении постоянного мусора, причем чужого. Дело в том, что многие жильцы дома, вместо того, чтобы унести пакет с отходами в мусорный контейнер, оставляют его прямо в подъезде. И такая ситуация в доме номер 4 повторяется изо дня в день. Не в первом подъезде, так во втором. Не во втором, так и в восьмом. Обязательно кто-то оставит пакет с мусором. Как только мы сюда заехали, у нас постоянно и в подъезде мусор стабильно, окурки, пакеты какие-то с мусором валяются. Я даже больше скажу, у нас нужду могут справлять в подъезде. То есть бывало такое, что мы проходим, у нас... Ну, я не буду говорить, конечно, подробнее, что, но неприятно. В этой ситуации жителям 4-го дома в Тундровом жалко и себя, и уборщиц, которым приходится выносить за нечистоплотными людьми отходы их жизнедеятельности. К управляющей компании уборщицы вообще претензий нет, они у нас молодцы. Ну, просто их очень жалко, что за такую, я думаю, маленькую зарплату они убираются. Это ужасно, потому что уборщица должна поддерживать чистоту, а получается, что она убирает свинство. Не помогают приструнить безответственных соседей и камеры видеонаблюдения, которые установлены в нескольких подъездах. Вот из лифта вышла женщина, держа в руках авоськи. Оглянулась. Миг и эти же самые пакеты оказались брошенными у входной двери. Один ногой задел, другой покатился мусор. Осталось только за руку поймать и носом натыкать, сетуют возмущенные новоурингойцы. Людей этих видят, не то что за ними следят, но они на виду и должны понимать все-таки, что это не совсем правильно. Культурное образование отсутствует напрочь, понимая, что есть контейнерная площадка, отнеси, выброси. В свой пакет с мусором не оставляй. Уборщице, дворнику они не должны, в принципе, за кем-то убирать. Вам предоставили коммунальную услугу. Осталось только свою часть, как говорится, выполнить. Выбросить мусор туда, куда нужно. Горожане рассказывают, избавляются в их доме от мусора и выкидывая его прямо из окон. Об этом неоднократно сообщалось в общедомовом чате. Особо креативные пытаются припрятать свои пакеты в бачке для мелких отходов. И постоянно у нас в наших урнах, которые предусмотрены для мелкого мусора какого-то там, да, не знаю, для бумажек от конфет, от жвачек, они постоянно заполнены пакетами. Люди выходят, им туда лени те, либо у них транспорт рядышком стоит, и они не хотят на этом транспорте ехать до мусорки, например, выбрасывать пакет. И они складывают его в урну. Сначала один пакет лежит, иду, возвращаюсь, уже может сверху еще один пакет лежать, потом идешь второй-третий раз гулять, уже рядом стоит пакет. То есть доходит до того, что кто-то дал возможность другому подумать, ага, если он положил, значит и я могу. Оставляют у входа и крупногабарит в виде унитазов, обломков мебели и старой бытовой техники. Между тем, контейнерная площадка в шаговой доступности возле дома. Для чего здесь стоят баки, обычно рассказывают чуть ли не с пеленок. Дамы и господа, представляю свое новое изобретение. Урна! Для чего она? Вы кидаете туда все, что вам не нужно. То, что я называю мусор. Неужели самим приятно жить в окружении отходов, вопрошают горожане. Говорят, терпение лопнуло. Если на антигероев не повлияет публичность, им будут искать официальных мойдодыров, которые найдут управу на невоспитанных взрослых. До такого уже доходит, что люди не слышат и не хотят услышать. Соответственно, мы, конечно, пойдем дальше. Мы будем писать уже на главу города. Пусть принимают меры, потому что видеоматериала достаточно. Привлечь человека, возможно. Законом это предусмотрено. Горожане отмечают. Нет ничего хуже, чем объяснять взрослым людям прописные истины. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сигма» для НОР-24. Подростки нового Уренгоя начали получать вторую дозу детской вакцины от коронавируса. Первых детей в городе привили спутником М еще 1 февраля. Следующий компонент они получают спустя три недели. Медики отмечают, обошлось без негативных реакций. Мы всех практически детей обзвонили на следующий день, через сутки. И жалобы были у нескольких человек на 37, температуру невысокую, но прошла она тоже в течение нескольких часов. И были местные реакции, это болезненность в месте укола. Тоже 2-3 человека, то есть больше обращений к участковым или к нам обращений больше никаких не было по поводу каких-то осложнений после вакцинации. На данный момент свободной вакцины для желающих привить своих детей от коронавируса в Новом Уренгое нет. Ведется лист ожидания, пока в нем 80 человек. Записаться можно через регистратуру Центра здоровья на железнодорожной. Всего же в городе, в том числе в Карачаево и Лимбияхе, первым компонентом препарата было привито 100 подростков. Статистика заболеваемости коронавирусом в последние три недели на Ямале меняется незначительно. В среднем в сутки этот диагноз ставят полутора тысячам северян. Вот и 22 февраля не стало исключением. По официальным данным, один человек погиб, 55 в тяжелом состоянии. 11 пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. Кроностатистика последних суток по стране следующая. Более 135 тысяч новых случаев COVID-19. Но выздоровело гораздо больше людей. А это значит, что Россия постепенно выходит на плато по заболеваемости. Проверки автовладельцев в Новом Уренгое продолжаются даже ночью. В этот раз на выходных сотрудники ДПС отправились в мини-трип по городу в поисках нетрезвых водителей. Без улова, как всегда, не обошлось. Патрульные задержали шестерых новоуренгойцев. За весь прошлый год эта цифра превысила более 300 случаев. В городе с участием пьяных водителей произошло 65 аварий. В 10 из них пострадали люди. В настоящее время, в 2022 году, сотрудниками ГИБДД задержано более 25 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом виде. Четыре из которых отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Напомню, если водители садятся за руль после того, как выпили алкоголь, им грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. А также лишение водительских прав сроком до двух лет. В случае отказа от прохождения освидетельствования наказание аналогичное. Госавтоинспекторы в очередной раз напоминают, не забывать, что на кону пьяного водителя не только его жизнь, но и судьбы других людей, которые могут попасть под колеса. Дмитрий Артюхов вручил талантливым школьникам нового Оренгоя сертификаты проекта «Я на Олимп». Это программа поддержки ребят, которые показали успехи на всероссийских предметных олимпиадах. Сертификатом школьники могут оплатить свою подготовку к всероссийским олимпиадам. Потратить его как на занятия в лучших вузах страны, так и использовать подарок на оплату проживания или проезда к месту учебы. Убежден, что все способы, которые позволяют развивать ваши таланты, ваши самые сильные стороны. А мы начали наш проект по очень важным направлениям. Информатика, физика, биология. Вы прекрасно знаете. Те науки, которые в жизни точно будут полезны. Которые точно позволят вам получить хорошую специальность и быть успешными, счастливыми в этой жизни. Всего на Ямале такие путевки получат 58 школьников. 10 сертификатов номиналом 90 тысяч рублей вручат 11-классникам. Остальные по 150 тысяч получат ребята с 7 по 10 класс. Новоаренгуйские школьники уверены, что это отличное подспорье для их будущих побед. У меня сейчас пока что два варианта. Я вот думаю между Сириусом. Мне там очень понравилось. Я уже бывала. Либо меня привлекает университет МГУА имени Кутафина. Я там проходила уже Олимпиаду по праву. Прошла в заключительный этап. И хотелось бы еще обучиться на курсах по английскому языку. Я бы хотела поступить на международные отношения. Хочу быть таможенником. Для этого мне надо как раз стать английский языком. На 13 семей стало больше в Новом Уренгое в зеркальную дату. 22.02.2022. Несмотря на то, что это вторник, молодоженам предоставили возможность сочетать себя узами брака в торжественном зале регистрации. На самом-то деле мы еще даже хорошо не общались. Меня как-то спросили, когда замуж. Мне сказали, если 22.02.2022 год не выйду, то никогда не выйду. А когда уже делали предложение, я говорю, я не отказываюсь от своих слов. Мы подавали за год почти. Мы за год уже подавали. За 11 месяцев мы подавали. Мы слишком рано подавали просто. В начале октября. Да, в начале октября мы забрали последнее время. В госпитале. Да. Это был мой принцип. Нам просто нравится февраль. И в этом году очень красивая дата. Поэтому успели, забрали. Красивые даты всегда привлекали молодоженов. На самом урожайном оказался день 11.11.2011. Тогда в городе появилось 28 семей. Пока это рекорд. Кстати, в ЗАГСе Нового Уренгоя напоминают, что подать заявление можно и удаленно через госуслуги. В случае, если возникнет какая-либо ошибка или проблемы, звоните специалистам учреждения. Номер указан на экране. Ближайшая дата регистрации и заключения брака не должна быть менее месяца с момента подачи заявлений и не превышать одного года. В городском музее ИЗО открылась выставка «Север. Место силы». Она стала анонсом первой постоянной художественной экспозиции на Ямале. В ее создании сотрудникам музея помогал искусствовед из Салехарда Галина Гурьянова. Специалисты анализировали картины из хранилища и отбирали те, которые подойдут для этой тематики. Первый блок выставки носит название «Мифология. Рождение мира». Всего в этом году музей выставит три блока картин. Затем второй блок открывается. Он связан и как с экспозицией, так и с нынешней выставкой «Нетронутая природа в ее эпическом и лирическом видении». И, наконец, третий этап – это «Природа и коренные народы Севера». Таким образом, три блока из грядущих примерно пяти мы открываем сегодня для того, чтобы сделать первый решительный и ощутимый шаг в реализацию очень красивой идеи рождения первой постоянной художественной экспозиции на Ямале в пределах Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств. Игорь Осипов – местный художник, чьи две картины попали на эту выставку. Одну из них – «Лесная застава». Он написал около 30 лет назад в районе Северки. Елочки наши с куртинкой, с кучкой сжались, старшие, большие, закрывают своими руками, ветками, как руками своих младшеньких, чтобы они хоть как-то росли. И с собой, как воины, пограничники, своим телом зеленым, закрывают от холода, мороза в юг все то, что находится за ними. Поэтому такой образ лесная застава. Всю подробную информацию и режим работы музея ищите на официальном аккаунте в Инстаграм или звоните по указанному на экране номеру. В Тюмени завершился чемпионат России по биатлону. В меткости и скорости соревновались около сотни спортсменов из 19 регионов страны. Ямал представляли шесть биатлонистов из спортшколы Олимпийского резерва города Лабытнанги. Рустам Каюмов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 40 километров. В Суперсьюте занял второе место. Дмитрий Абашев в Суперсьюте на 7,5 километров стал бронзовым призером.